Поговорим о капусте. О ранней. Ну, наверное, пора раннюю капусту усаживать. Опять-таки я в первых числах мая высаживала капусту, но земля созрела и раннюю капусту надо, чтобы ранний урожай получить, конечно, посадить нужно раннюю. Всю жизнь сеяла я, сажала июньскую капусту, потом точка у меня была в прошлом году. Три года я без ранней капусты. Средний спелый созревает, а ранняя капуста еще только набирает маленькие качачки. В этом году я решила взять уже чудо, как оно называется, чудо ультра раннее F1. Ну, попробуем. Чудо, раз чудо, должно чудеса показывать. Грядочку я выбрала вот тут немножко под защитой. Тут у меня потом будут расти баклажанчики. Ну, а вот пока 7 штук. Я люблю нечетные числа. Все сажаю по нечетным. 7 штук. Вот в раздумья, посадите мне 3 штучки цветные или все же 7 штук ранней. Полила я лунку обильно. Не леечку, на эти лунки дверь, а огуречку. Положила уже перед мной. Потом положила вот золу. Вот это. Вот зола у меня. И вонючую такую шелуху луковую. Она когда мокнет там, она сильно воняет и отгоняет всякую. Когда рыхлишь, запах выходит и никакая зараза не пристает. Как бы в старину так говорили, мои родители, мама так говорит. И вот я всегда, когда капусту раннюю, среднюю, цветную, брокколи, везде кладу луковую шелуху. Много я заготовила. И поливаю обильно. И потом недели, две даже, 10, ну 10-15 дней не поливаю капусту. Какая бы погода ни была, жаркая, не жаркая. Потому что там обильно, она, капуста, должна укорениться. Ну вот, видишь, люди посадили и начинают на другой день поливать. Высохло, поливают, поливают. Чтобы она схватилась корнями, чтобы там получилось, ну как, корни она могла распустить. А когда все время там влажно, она не может корень набирать. И поэтому ее недели, две не надо поливать. Но для этого, конечно, сначала надо обильно, обильно полить. Ну вот, я сейчас, вот она у меня, капуста. Там по три настоящих листочка. Семядольный не считаю. Тут вот с этой стороны один рядочек у меня цветная капуста. А с этой стороны два рядочек. Это чудо ультрараннее. Ну, чудо ультрараннее. Вот сейчас я возьму, скраюшку возьму, середину возьму. И чтобы оно немножко тут рассеять. И посажу. А потом уже посмотрю, чудо это или не чудо. Ну, в конце концов, мы будем смотреть, как оно развивается. Сеяла я теплица же. Прям в этот лоток сеяла. И он у меня рос. Пять градусов там было холодно. То есть, теплицы, конечно, минус пять не было. Ниже нуля не было. Но она там же взошла. Она уже закаленная. Я так думаю, что даже закрывать не буду. Потому что она уже практически на улице росла. Ничем я ее там не укрывала. Как только взошла, она стояла. Я где-то уже и показывала, как она развивалась. Всю жизнь, опять-таки, я сажала с тремя листочками. Три листочка есть настоящих. Семя дольными уже пять. Ну, только тоже смотришь, слышишь, говорят. Ну, обязательно пять листьев. Я до пяти листьев никогда не ждала. Ни раннюю, ни позднюю. Три листочка настоящих. Уже она готова. Ну, на этом все. Пока. Ну, вот. Накидала я тут их пять, чтобы получилось. Один, два, три, четыре, пять. Ультрараннее чудо и две цветные скайбокер. Ну, теперь вот у меня остались. Я сейчас корневую систему покажу. Куда же их вывозишь? Вместе они вышли. Вот она, цветная капуста. Вот она. Какая у нее корневая система. Ну, конечно, вот сюда суну, как говорится. Пойдут, пойдут. Потому что это раннее и цветная капуста раннее. И это раннее. И пойдут. А вот эти вот тоже самое. Вот оно чудо ультрараннее. С такой корневой системой. Куда же ее бросишь-то? Вот оно вышло вместе. Вот она, какая малюсенькая. Три настоящих листика. Ну, вот посажу. Это же уплотненный можно. Вот сюда посажу, сюда посажу. И цветную посажу. Так для раннего урожая. Сами не съедим. Курочки мои съедят. Пока.